Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня сегодня не будет укуреля, потому что это долгожданный выпуск. Моменты в жизни. И сегодняшний выпуск у нас будет за май месяц. И что-то в последнее время меня так втянуло все это монтировать, вспоминать вот эти события, пока мы еще не знали, что произойдет, что станет хуже, например, в будущем. Смотреть и пересматривать это довольно-таки чудно. Я хочу погрузить в эту атмосферу вас доброты и дружелюбия нашей татар-френдхаус-семье, поэтому садись поудобнее и погнали смотреть. Моменты в жизни. Время сейчас ночи. Что Саша у нас тут делает? Какие-то фокусы с прайтом и фантой. Мы сегодня на Мольские каникулы поехали. Да, мы поехали. В Калище куда-то поехали. Поехали в Новый город кушать Макдональдс, посидеть на пледе. Саша Террова даже куда-то по этому случаю. Мы сбежали за одну минуту до отправления. Народу много сидит. Саша сказал, что в Петербурге многие уйдут. Нам не хватает 48 минут. Вот так вот мы поехали, сидели находить на ожог приключения. Проситесь на пись и пуритесь. У нас тут своя тусовочка. Постояли. Захватили. Мы постояли полтора часа почти. Это вы. Это мы. Вон Большая и Жора. Мы едем в Сосновый гор. И мы эту горю говорим, потому... Вода, представляете? Зачем она за рамки уйдет от тебя? Все, она выехала. Слушайте, вода, представляете? Мы в Питере живем в пяти год, и я воду не так часто вижу. Потому что она в Питере. А Саша, у нас вообще клаванка. Вода, давай. Потому что в Питере болото, а не вода. Только приехали с Соснового гор, и нас тут встречает Татьяночка Буланова. Сейчас мы поближе подойдем, вам все покажем. Вот там вот Татьяночка Буланова. Вот хорошо нас встречает. Мы пришли на место, и это выглядит не как будто, что мы находимся где-то под Питером. Песок очаровательный, как будто кварц, вы представляете? Мы идем ближе к атомной станции. Потому что место силы. Место силы. Песок прям чудо. А, тут своя тусовочка, Саша. Что ж? Арабская рочь. Ты же чья-то сестра. Я тоже чья-то сестра. Сколько тебе нужно, скажи. Давай снимаем клип. Это это, Ланда Дрей. Выстос. Давай, Даш, бой. Я только так троги. Мои бичес. Итак, друзья. В общем, девчонки ходили в вылазку и принесли кусок пензы. Я говорю, что мы можем ее забрать, помыть. И ширкой ноги можем этой пензой. Очень даже хорошая. Ну, смотри, кусок пензы. Не можешь не трясти мне в глаза. И второй лот, это улиткин дом. Первый раз вижу улиткин дом. Вот это с красивой стороны. Саша, как тебя тронет на задний поле. Там улиткин выселили из ипотеки. Она не выплатила. Ты уже пошутил. Улиткин дом. Темза и улиткин дом. Нельзя как-то не то. Нам нужен камень. Сейчас пробуем его разделить на две части, чтобы он основал много жунов. Аккуратно, Саша. Тем более. Так, готово? Давай. История. Мы сейчас стоим, чилим, пьем чаек. У нас вот тут вещи лежат. И люди гуляют с собачкой. А я к шерстке тореировал. Он весь мокрый. Он тут бежал на наш плед. Я начал нюхать. И у хозяева такие. Фу-фу-фу. Такие, говорим, да ничего страшного. Говорит, ой, а я думала, там будет помойка. Я думала, что помойка. Я хозяин помойки. Моменты жизни. Ну, как всегда. Если не я в Москве, то Адалина приехала из Москвы к нам в Питеряу. Пришли посреди дня рабочего в бар. Немножечко выпить алкогольных напитков. Пришли в бар. Как он называется сейчас? Неканон. Вот такие всякие гиковские штуки. Бэтмены. Марвелы. В общем, кто обожает такую штуку гиковскую. Да, из сериала. Неканон бар в Питере. Рекомендуем. Ну, пока еще не рекомендуем. Мы не попробуем еще. Ну, попробуем дальше. Попробуем дальше. А то сейчас ты скажешь красиво, а потом скажешь. Не очень-то и вкусно-то было. Вкусно и нагнусно. О, за двоих играешь сразу. Смотрите, как здорово. Мы тут развлекаемся. Черепашки-ниндзя. Ручками-ручками, двумя работаем. Недря на укулеле. Наши первые испытатели пошли кататься. Отдают дань нашим любимым аттракционам. Еще мелочь какая-то идет. У которых челна ракушка называется. Ребятки, куча, на фламенко. Я не люблю тошнелок, поэтому смошу ли ко мне с зрителей. Лерочка, что-то не очень нерадостно. Помотала, помотала. Помотала. Как? Мы обсудили все на свете. Прикольно. Но начало было забавно, потом надоело. Наши тошнотики продолжают подпишиться по аттракционам. Поэтому они сейчас пошли на узбекскую тарелку. Мы ее набиваем. Они рады какие-то. Ну че? У меня горло болит. Слушайте, я забыла, каково это. У меня горло болит. Мы просто были в том году осенью. И че-то прям сегодня прям очень хорошо. Как я вязал. Даш, центр это центр, понимаешь? Это city center, центр города. А где как будет? Я знаю это слово? Да, Даш, ты мне только что жалуешь, что в английском многие буквы не читаются. Так здесь они все читаются. Тебе, наоборот, легче. Centuri. Centuri свое с английским. Скажи акцентом. Century. Century. Oh, very good. И зубная боль. Ой, можно я не буду посадиться? Two take. Повторяли вот это слово сейчас 5 минут. И она слава его забыла. Two take. Леонный доллар хэппин. Я сейчас чуть-чуть перемогаю, хорошо? Маргин 4 на 2, 10, 13. А мы решили дряхнуть стариной и попробовать первый раз покататься на такой. Мы не можем разобраться, во-первых, как это... Ну, короче, так. Вау, Юля, мощь! Может, надо этот татуировал посмотреть какой-нибудь? Оль, как ты это сделала, Юля? Она как-то это сделала. Как твои ощущения? Я мотоцикл, кстати, так же сама, тоже просто бросила его. Ой, прикинь, он списывает деньги только, что ты в пути. на 2 секунды и поворачивает на сегодня хватит что давление будь ты тут потренируйся тут это там то это правильно такой у нас мальчик несвообразительный на шашки купила нам не сказав айфончик и мы будем сейчас праздновать вот этим вот кто помнит посмотрит моменты жизни абраутерсо джунир которую маша выиграла в нашей борьбе мы поборемся абраутерсо джунир алекс принес такие вещи красивая штучка отмечаем наш шулькин ойфон это безалкогольная шампанское пахнет оно так мерзко будто это реально шампанское зато машина ойфон и жизни скажите поделись эмоциями они думают что я умная что ли мы обычно слушаем и там как бы нам дают сразу ответ ажатались а им филинг ворс допустим а тут надо блин слушаться за не труд или холлс у меня тича ругается за этих пиндосов они налажали а меня тича ругает они меня подставляют мы пришли сегодня смотреть парадный салют а мы всегда гадаем когда смотрим на него и какие-то фонтаны каналы сколько тут трупов лежит да сколько тут трупов лежит и богат какой водокачка нет кто не это было водокачка почему тебе не весят я не понимаю эти деньги могли отдать они вот это же устраивают зачем ничего ставим ставки сколько денег надо почитать по 10 я решил поехать без нас юля убеги-беги-корм вы представляете я снимал замедленно зарисали двери закротить ну чё ты стояла и ждала как тебе ехать одной без нас прекрасно я не пожалела я хочу записать дополнительную вставку помогает мне выкинь дедик уже полгода как мой хомячок любимый джорджа отправился свой хомячий рай и я не могла все это время отойти от его утраты и поэтому я решила запечатлеть его наш чудесный момент прожитый вместе на своем теле я сделал татуировку джорджа вот эти вот фотографии чудесно наши совместные я просто хотела об этом вам сказать что не только вот как-то принято у нас там делать память там о кошечке собачки что это же вот животное а там ли ваш любимый паучок червячок рыбка или какой-то хомячок это такие себе животные поэтому нет любое животное которое для вас дорого это это важно поэтому очень важно к этому относиться трепетной и не обесценивать например другого человека у которого там умерла мышка накидая тоже мышка нет для меня это было не просто мышь не просто хомячок это был мой дружок-пирожок но и 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 из а Я даже не смотрела, вот что там, где такая серия, и заказала как раз такой бургер, который так и называется «Развестанский броненосец». Падение? Не думаю. Кстати, я ела этот бургер с Дериной в Москве тогда. Он был очень приятный, мне понравился такой кисло-сладкий, прикольненький, так что я решила заказать его так же. Поэтому в Питере, кто будет, заходите, кафе «Фрэнс» на Чепношевской, во всем рекомендуем. Тичер, ты в космосе! Ой, смотри, что-то я устала, я поехала на море. Романтическое свидание. В каком-то непонятном трейлере, что это такое? А здесь? Под водой. Моменты жизни. У нас что-нибудь день-то происшествия, у нас постоянно перебирает на кухне удлинитель, и... Юлечка хочет сделать брекфест себе, надо погреть это всё как-то, мы уже чайник сюда принесли. Давайте я вам покажу, чтобы вы понимали. У нас тут удлинитель, а тут стоит вот эта вот сучья печь, и не дотягивается шнур, это сучья печи, поэтому нам пришлось... Как тебе? Слушай, постепенно кухня переезжает сюда, заметила? Ну, не знаю, пока, да? Дамы и господа, сегодня день фрилансера. Это вот любимый день Наташи. Да, и Даша тоже фрилансер. И поэтому я ей дарю подарок. Что такое скейшиш? Что это такое? Это, короче, Даша нервна, чтобы это... Даша не знает, что такое скейш. Это вопрос, что мой любимый. Кто это? Рафис. Рафис. Я в Сатарстана. Рафис. 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 до 6 часов, а потом уже вечером приходят всякие мероприятия, то есть какие-то концерты, оркестрова музычка, музеи, выставки, в общем, здесь все есть, мы сидим на песке, как в тот раз, роду много, пришли просто как на мероприятие, потому что у нас платье красиво купила, я говорю, нужно идти в поле, я в песок пришла, а мы в песок пришли. Когда здесь выступали различные группы, такие как, не знаю, Ленинград, Королевшут, может быть, кто-нибудь сюда на концерты в Спартаке, или кто был на концерты в Спартаке? Нет таких людей? Нету. Ну, один есть среди нас, знаете кто? Это я. Вот, я ходил сюда на концерты, в рок-клуб, и даже не знал, что здесь церковь, тем более не мог представить, что я здесь буду служить. А я забыл сказать, я настоятель этой церкви, да-да-да. Наташа, ты уже 20, уже много лет. Наташа, вот хочет вам показать платье, пожалуйста, напишите в комментариях, как оно вам. Платье называется художницей, правильно? Да. Нет, реально так называется. Правда, называется название платья художницей. Вот, оцените Наташин лук в комментариях, напишите, что Наташа супер. С одного концерта пришли на другой, пожалуйста, цветящиеся фонтанчики. Как тебе концерт? Отлично, замечательно, потрясающе. Приходите в Анна Киркель, там много концертов. Да, там, кстати, ну, как мы уже говорили, очень много мероприятий. Вот это мероприятие, Голд Дисней, реально круто. Сочно, мощно. Мощно, фреш, джусь. Если у вас есть дети, которые смотрят Дисней, да и вы, в принципе, кто вырос на Дисней, обязательно приходите. Они еще будут такие мероприятия, они не каждый раз. Следите за информацией у Анны Киркель, что будет. Да. Моменты в жизни. Это музыка, да, из дрифта. Это лучше, чем демонстр. Бесплатно. Ты снимаешь этот знаменательный момент? Просто, видите? Я никогда не покупаю соуса, если мы куда-то идем, есть фастфуд. И вот сегодня... Потому что я доедаю за Юли, за Маше, за Саше. Ну, типа, а смысл мне покупать соль? И сегодня я брала какую-то комбо, я хотела рогдать. И там был соус в комплекте. Впервые за 40-лет в нашей жизни, дружбы, я сдала соус, я хочу его открыть, ребята. Обалдеть. Сол, кисло сладкий. Да, попробуй. Конечно. Обалдеть, кисло сладкий. Пишите комментарий, какой ваш любимый соль. Посмотрите, за что, как. Как довели кошечку, она вся обиделась. Девочки забыли купить корм, она тут изевалась, как уж. Сейчас села на табурет и смотрит стену обичьем взглядом. Я люблю мой Александра, всякие сырочки от них. И Александр вот это вот принес. У нее больше. Сравнил свою пуколку с моей валунной. У нее 50 грамм, у нее 150. Мы вышли на улицу с тем татаро-френдхаусом. Блин, ну не передает эту красоту. Вот вроде сейчас пошло. Ну-ка, пошло дело. Пошло. У нас куда-то пропали конфеты. Мы, видимо, их съели. Я покупаю жру, говорю, что у нас здесь консерты. Саша так же сказала, что я их заедал. В субботу у меня там было реально пару штук. Я ставила их, принесла на кухню. Этот сейчас вспомнил, что спустя неделю куда мы взяли нам. Когда последнее растительство? Саша, я их видела неделю назад. В субботу купил сегодня, четверг. А какую неделю назад ты их видела? Не в субботу ты их купил? Ты что, врешь-то? Я их купил. Ты в пятицу их купил. Хорошо, в пятицу. То есть не суббота. Нет, сегодня четверг. Завтра почти неделя. Хорошо, когда последний раз ты видел их? Ну вот на выходные в субботу. Ты, может, с кухни брал конфеты? Нет. А где они? Побед на юб. Ты видел? Никто не ел. Компионет. Ты меня слышишь? Ты меня не хочешь слушать. Почему? Потому что ты их таскаешь. Трогаешь, ты их последний раз трогал. Йоу! Время идет, но наши привычки не меняются. Мы опять отдаем удар баночке. Накидываем ТЗ-шечку. Как это будет все выглядеть? Так, у нас не дачно. Мы знаем, что скоро сезон заготовок с облиней. Поэтому предлагаем удар чистой банки разного размера с крышками. Машулька у нас ухалок. Три коробки протащила. Смотрите, как вы считаете, мы хорошие соседи или нет? Баночки чистые мытые с крышечкой. Разные комплектации. Машулька, ну мы с тобой молодцы. Между прочим, на прошлой квартире сразу забрали на следующий день. Нашел бак на Яндекс Афише. Зачем ты отзвучиваешь? Ну давай нормально. А зачем ты его отзвучиваешь? Саша у нас фанат группы «Земляне». Я вообще не знаю, тупо. И пойдет 2 июля на «Газпром-арену» слушать свою любимую группу. Это же «Земля в иллюминаторе». Да? Да. Везде билеты стоят по 2,5 тысяча. Он купил за 35 рублей. Я купил в той арене, которая 1000 рублей стоила. Не вышло. 35,5 рублей. Пруфы, пруфы нам. Все официально. Нам замазано. Надо у Юли спросить. Потом пойдете. А ты пойдешь? Так я же уеду. Так ты еще не факт, что уедешь в июле. Нет, я факт. Тут уеду. А когда ты уезжаешь? Это конец июня. Вот такой вот развод мостов. Потому что сегодня день города у Санкт-Петербурга. Обещали какое-то шоу. Там битва огней. А естественно, не только Александр умеет читать новости, представляете? Но и остальные жители Санкт-Петербурга. Поэтому вы можете наблюдать вот столько народу. В общем, поверьте мне на слово, народу действительно много. Лаку-лайк. Это как лак, а лют. Нет, это вон. Это... Нет, не так, давай через раз. Вдыхай. Лифтон. Дитвирк. Я обещал тебе. Давай еще. Смотрите, что Сашуль кто-то у нас сделал. Элегантная коробочка с какао преобразовалась в сумочку. Когда вы стали модельером, рассказывайте. Когда я решил оторвать от какао эту стикетку, на что-то пошло не так. Ну, красиво, красиво. Модно. Это реально очень модно. Соридно. Я так пойду, Нат, сейчас все телеги поедут. Как тебе какао? Мы еще не пробовали. Да? Маша, как всегда, сказала. А я потом скажу, 10 из 10. Ситуация все реализм. Мы едем в Калининград на вакейшн. Ребятки меня напугали, что может мне печь голову. Я подумала, что мне нужен головной убор. Хочу купить себе панаму с сафари. Говорит, зачем тебе покупать панаму? У меня же есть панама. Панама у Юли. Она мне маленькая. У меня голова просто большая. Но это еще не весь апогей. И есть еще кепочка. А вам как больше нравится? Ё-ка-ли-со ты. Пожалуйста, я реально в найду. А есть еще вот такой вариант сейчас? Вот эту, блядь, подросток. Подросток, да. Как раз прыщавая. Если тебе понравился выпуск, то напиши об этом в комментариях. Заодно расскажи, как у тебя происходят дела-делишки. Ну, а если ты любитель такого жанра, то на канале у меня есть целый плейлист с моментами жизни за каждый месяц. Обязательно туда тыкай и смотри. Ну и по традиции хочу поблагодарить всех бустеров, которые помогают мне в финансовом плане делать дальше видосики. Под все эти ребята мы должны знать этих героев в лицо. Но взамен они получают весь раздачный материал и ранний доступ к видео. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok